Салют, парады и праздничные шествия. В этот раз День Победы тамбовчане отметили с большим размахом. Но для пожарных и сотрудников МЧС праздники – время повышенной бдительности. День 73-летия Великой Победы сотрудники огненной профессии ликвидировали сразу несколько серьезных пожаров. Все подробности у Павла Филатова. Первое сообщение о пожаре пришло на пульт МЧС днем в 11.45. Местные жители сообщали – горит база обоев, расположенная на улице Академика Островитянова. На место происшествия прибыли четыре машины пожарного расчета. К тушению привлекли 13 человек. В результате пожара полностью сгорела крыша здания. По предварительным данным, владелец поджег базу, собственный автомобиль и дом. Следственный комитет проверяет данную версию. Примерно в 10 часов 30 минут мужчина, находясь возле своего дома по адресу Иван Франко, город Тамбова поджег свой автомобиль марки «Фольксваген», после чего прошел в свой дом частный двухэтажный, где поджег указанный дом, после чего облил горючей смесью себя и также себя поджег. С 90-процентными ожогами был доставлен в городскую больницу номер 2, город Тамбова, где 10.05 скончался. А ближе к ночи того же дня на улице Державинской загорелась крыша одного из старых зданий, на первом этаже которого расположены популярные среди Тамбовчан кафе. Прибывшим на место пожарным не пришлось эвакуировать людей. На момент приезда МЧС люди были уже вне здания. Возгорание было не сильным, однако порывистый ветер усугубил ситуацию. За время тушения успел выгореть чердак площадью 300 квадратных метров. Нам поступил вызов о загорании в кафе, в гриппап доски. По месту прибыли сотрудники пожарной охраны, приступили к тушению пожара. На данный период времени работают сотрудники обстательной лаборатории и дознаватели Главного управления Чиста России по Тамбовской области. Причины пожара устанавливаются. Из-за усиления ветра в Тамбове области сотрудники МЧС призывают горожан быть бдительными рядом с открытым пламенем. Также нам напоминают, что в праздничные дни следует быть аккуратнее с пиротехническими изделиями и использовать их подальше от зданий. Павел Филатов, Олег Осипов, Олег Щербаков. Область новостей.